Ну и что? Помогла другану своему, да? Я ему не помогала. Да конечно, ты больше всех его защищала. Да по-любому ты его выпустила, понимаешь, некому больше просто. Если бы я могла, я бы так и сделала. Я по-прежнему считаю, что он невиновен. А вы вообще о нем ничего не знаете. Он хороший, он добрый парень. Да? И где этот хороший, добрый парень теперь ныкается? Да не знаю я. Я говорю вам, я его не отпускала. Не, Наташа, не верим. Ну и не верьте. Мне вообще плевать, что вы думаете. Дай пройти. Что? Меня тоже в гараже запрете, да? Я не удивлюсь. У вас вообще крыша поехала. Дай пройти. Отпусти, пусть идет. Она не, она не важна. Делать что будем, а? Искать надо. Только где? Я бы на его месте. Первым же поездом обратно в Белоруссию с Кузанова. Ну да. Надо будет завтра с утра поехать. К вокзалу поспрашивать. Может кто что видел. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Как давно он парализован? До два месяца как уж. Говорит, что за это время первый раз так сильно заболел. Может, это хороший знак, как вы думаете? Точно не скажу, не знаю. Обследовать его нужно. И чем раньше, тем лучше. Если он ощущает боль, то, возможно, еще не все потеряно. А он что, один здесь живет? Где родители? Нету никого. Мать недавно в аварии погибла. Бедняга. Мы еще на жизнь жалуемся. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Угу. Да, я тоже рад тебя слышать, братишка. Давай, увидимся. Помнишь кассу на Севастопольской? Взлетаем туда на кураже, руки в гору, все дела. А ее уже какие-то звери обносят. Мы пялимся на них, они на нас. И гробовое молчание. Я вижу, тебя уже на ностальгию не тянет. Да не особо. А я люблю славные деньки вспоминать. Сейчас все не то. Закон и порядок. Все все поделили и сидят ровно. Бабло поднимают. А мы с тобой вроде не при делах, получается. Надо бы это поправить. Ну-ка, тормозни. Ты же только черек отмазал. Я про это и базарю. Десять лет я здесь ничего не грабил. Расслабились. Ты ту ювелирку на углу помнишь? Так вот, там цацок на миллион. А знаешь, кто охраняет? Один пенсионер, а другой доходяга. Делов-то на раз-два. Зашли и вышли, как говорится. Слушай, Лука, ты для этого меня сюда притащил? Ищи других, я не в теме. Помогай, братишка. Проиграл-то я. Если не отдам, они меня порвут. Сколько торчишь? Много. Очень много. Мам, спасибо, мужики. Здорово. Здорово. Я тут друга еще. Может, вы видели? А у тебя, парень, мелочевка есть? На бухло подкинуть. М? Не-не-не, не видели. Ты вали, вали отсюда, вали. Ну, что, как-то он у тебя? Как так нету-то? Ты везде посмотрел? Ну, да, кассы, перрон, туалеты. Везде посмотри, я прошу тебя еще раз. Да, да, давай. Все, будь там, сейчас подскочу, давай. А ты с кем? Спасибо. Да с Лехой. Никак не можем того рода найти. Слушай, Антон, ну, оставьте Валеру в покое, а? Ну, сколько можно? Так, ну, Тусь. Хорош. Давай ты не будешь в это лезть, и мы сами как-нибудь разберемся, хорошо? Все будет хорошо, да? Угу. Все. Так, хорошо. Ну, прежде чем мы назначим процедуру, я хочу задать вам несколько вопросов. Скажите, до этого вам приходилось прерывать беременность? Да. Угу. Сколько раз? Дважды. Дважды. Медикаментозно или хирургически? И так, и так. Угу. А последствия какие-то были? Так, не было. Угу. Хорошо. Ну, что ж, возраст у вас небольшой. Но это уже третий аборт. И я обязан вас предупредить, что есть немалая вероятность, что после этого аборта у вас может быть бесплодие. И у вас больше никогда не будет детей. Как бы вы этого не хотели. Вы это понимаете? Тебя это должно порадовать, Анток. Помнишь, ты все про дровняка спрашивал? Угу. Короче, нашим его взяли. Как взяли? Жестко как еще. Жаль, не завалили под задержанием. Нет, погоди. Погоди, погоди. А вы уверены, что то? Вы ничего не прикутали? Это даешь, старик. У нас ошибок не бывает. Конченый псих оказался. Ты мне вас нашел. Говорит, жребия он бросал таким образом. Типа взрыв сам отделит. Зерна отпрыгивал, Грешников отправил. Кукуку напрочь на смерть. На прочие революки. Русский? Да. Коренной Москович. Лет 50-х. То есть это стопудово? Потому что сомневаться взяли того самого. Ну вот конкретно с вашим домом темная история выходит. В смысле? Да я вот и приехал рассказать. Он его не взрывал. Прикинь? Все остальные дома признал, а ваш, ну это... Это сделал кто-то другой. Кто? Черт его знает. Поясняют? Слава, подсоби. Ты можешь меня свести со следователем, который занимается нашим взрывом? Я, может, помогу чем? Я могу, конечно, спросить. Но не факт, что согласится. Сопроси, пожалуйста. Почему? Ну, хорошо. Спасибо. Да не за что. Простите, пожалуйста, вы не... Здравствуйте. Я прошу прощения, вы на билеты не подкиньте. На билеты куда? До Минска хотя бы. У меня просто украли все. Документы, деньги. Вы не подумайте, я не бомж, не пьяница там какой-нибудь. Честно. А вот все вы не такие. На, с Дашей. Слышишь? Чтобы я тебя здесь больше не видел. Понял, нет? Понял. Понял. Что? Менты погнали? Погнали. Погнали. Ты... На что собирал-то? Если на водку, то я подкинуть могу. Да нет, мне домой надо, на билет. Ну, это не тебя случайно тут искали? Ходил тут один молодой с фотографией. Ну, да, точно. Давно его видел? Да только что. Вон там возле палаток. Беги. Ты что, успеешь его догнать? Говорил, друга ищу. Что, не друг? Привет. Привет, Сереж. Заходи, чай, кофе будешь? Не, Лен, я по делу. В общем, я думал над твоим признанием. То, что актрисой хочешь стать. А что тут думать-то? Ты знаешь, а ведь не обязательно куда-то поступать. Ведь есть различные курсы, тренинги. В общем, я поговорил со знакомым, а мне посоветовали одного препода. Ты знаешь, Сереж, мне кажется, мой поезд уже ушел. Да ничего не ушло. Не ушел. Я до вчерашнего дня тоже так думал. Пока не встретил такую девчонку. Оксану. Очень рада за тебя. Я уверен, мне ее Бог послал. Я ведь думал, что ни на кого не смогу так посмотреть, как на Катю. А на нее смог. На первом же свидании. Что-то я связь не улавливаю между моим актерством и твоей девушкой. У меня жизнь вчера перевернулась. Хочу, чтобы твоя тоже. Это телефон преподу. Позвони, сходи на пробные занятия. Ничего не потеряешь. Посмотрите, еще есть вот такой браслетик. Очень интересное плетение. Я думаю, вашей девушке понравится. Угу. Как вас зовут? Меня Жанна. Жанна. Да, я красивый плетение. Полностью с вами согласна. Ну, тогда я беру. Короче, гиблое дело. Витрины бронированные, молотком не разобьешь. Придется прыгать за прилавок, а это лишнее время. Ментовка через две улицы. Примчаться сразу же. Успеем. Не такое исполняли. Слушай, Лука, я обратно в клетку не хочу. Поэтому будешь делать то, что я тебе говорю, понял? Мне нужен третий человечек. Ну и в быстрой тачке. Ну, на двоих проще делить. Значит, придется отстрелить. Балан есть? Нет. Я пустой. У меня есть одна. Хоть что-то. И еще. Лука, я это делаю, потому что ты мой кореш. И ты дали меня в свое время кое, что делали. Но это первый и последний раз. Сделали и разбежались. Усек. Усек. Так. Сейчас распрямляю. Сейчас есть и болевые ощущения? Хорошо. Доктор. Да? Чего хорошего-то? Я ночью чуть не сдох от боли. И часто такое будет? Чем чаще, тем быстрее начнешь ходить. У тебя положительная динамика. А это большая редкость в твоем случае. Ходить? Вы что, издеваетесь? Я пальцем ноги пощевлить не могу. Какой ходить? Ну, как ты ходил? Вот так вот раз и начал двигаться? Нет, дорогой. Процесс восстановления иногда занимает годы. Годы упорных тренировок и тяжелых физических нагрузок. Все зависит только от тебя. Ни лекарства, ни операции ничего не поможет. Если не будешь стараться. Ежедневно комплексный массаж, лечебная гимнастика. Ну и активные упражнения. Так что придется конкретно попотеть. Мой юный друг. Мы тебе поможем, не волнуйся. Все хорошо будет. Спасибо, конечно. Но я не верю. Разве часто ошибаются. Знаешь что? У меня таких, как ты, каждый день с десяток. И все они только ждут, когда я им скажу то, что сейчас сказал тебе. Что? Не выпендривайся. И слушай. Что надо делать? Понял? Привет, друзья. Знаете, я сегодня подумал, что-то мрачноватый блок у меня выходит. И решил разбавить его чем-нибудь добрым и позитивным. Узнаете? Это я. Да-да, и речь сегодня пойдет обо мне. Точнее, о том, что со мной происходит. Я влюбился. Да-да, девчонки. У вас больше нет шансов, извиняйся. Я влюбился окончательно и бесповоротно. Та-дам! Это для нее, для моей любимой. И это еще не все. Этот букет тоже для нее. Я сегодня вечером хочу устроить ей маленький сюрприз. Надеюсь, ей понравится. Вы знаете, она необыкновенная. Она самая красивая, самая лучшая. И мы с ней идеально подходим друг к другу. Кстати, это она сама сказала. Мы с ней как будто две половинки одного целого. Знаете, я, кажется, понял, в чем смысл жизни. Он в том, чтобы найти свою половинку. Создать что-то единое, целое, неделимое. Идите и ищите свою половину. Хватит уже тухнуть у экранов. Жизнь прекрасна. И прекрасна она, когда в ней есть место для кого-то другого. Этот тренинг, как наверняка вы уже прочитали на сайте, предназначен не только для профессиональных артистов. Ведь, собственно говоря, все вы здесь не профессионалы. И это прекрасно. Потому что главная наша задача, чтобы каждый из вас раскрыл себя, свою индивидуальность. Ведь все мы этого хотим. Правда же. Правда. Чем будем заниматься? Мы будем снимать психологические, телесные зажимы, заниматься актерским тренингом, раскрывать свои личностные способности. Ну, а начнем мы, конечно, с азов профессии. А вот те из вас, кто проявит действительно актерский талант, те смогут перейти в более продвинутую актерскую группу, чтобы расти дальше. Чего пришел? Надоело бегать и прятаться. Не хочу так жить. Не буду оправдываться, умолять мне поверить, но бояться я больше не хочу. После этого взрыва у всех все пошло не так. и у меня тоже. У тебя проклятая эта квартира. Зачем я на нее позарился? Я понимаю. Правда, понимаю. Слишком много чего на меня указывает. В общем, вот я здесь. Делайте, что хотите. Мне все равно. Ну, заходи. Малая, не есть яичку готовлю? Что, не можешь подождать минутку, что ли? Не, не могу, я там поеду. Так, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Куда собрался? Короче, мясные с нашими замес устроили. Мне парни позвонили, сказали, мол, подтягивайся, а я не могу не поехать. Ты не боишься, что тебе башку проломят? Ты не могу. Так, Гарик, ну я же не мама и не папа. Ну что я тебе объясняю? Угу. Ну эта футбольная тема ваша реально опасна. Не хочется просто потом как этого в Вадима тебя, знаешь, в коляске возить. Ну теперь гном брал. Ладно, я все понял. Я все принял, я побежал. Давай-ка сейчас сядь, позавтракай и вместе уже поедем. Слушаюсь, товарищ гнил. Ну и что там за история про дисбат? Ну, дисбат. Да. В армейке друг у меня был, Миха. А прапор, мразь конченая, зубы ему выбил, ребра сломал, почки отбил. Потом замяли это все, как-то забылось. Я не смог. На КПП подкарауливал. Ну и... Короче, дослужил его в дисбате. А что ты сразу не рассказал? А вы бы мне поверили? Чай пей, астанет. Эх, Валерий, Валерий, а что с тобой делать-то, а? С одной стороны, мы уже все решили, а с другой стороны... Ты же сам пришел. А зачем? Я же сказал, не хочу так больше. Надоело. Ладно. А будь пока, у меня не надо, чтобы кто-то тебя видел. Шарят хочешь? Да. Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Угощайся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Погнали, погнали, погнали. Смотри, аккуратнее. Слышишь? Да они на говне постоянно. Он что, дебил? Да я же дебил, потому что боятся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Мне вот интересно, а кто тебя выпустил? Колись. Я же все равно узнаю. Да не, мне просто интересно, прав я или нет. Наташка? Нет. Детишки. В общем, мы все решили. Когда? Сегодня ночью. Они его убить хотят. Они уж все решили. Откуда знаешь? Я послушала. Их же посадят за это. Да? Если узнают, посадят. Поэтому их надо остановить как-то. Как? Ну тогда остается только один вариант. Валера, если ты нас тронешь, я тебя вот это под ребро всажу. Знай. И мы тебя отпускаем не потому, что жалеем. Потому что хотим проблем избежать. Вали отсюда, Валер. Сгинь. Лучше сдохни. Спасибо. Спасибо. Хочу попросить тебя прощения. Я в первую очередь, потому что это мой косяк. Да я тебя первым заподозрил, всех сполошил. Прости меня, старик. Прости. Да. Непонятки вышли. Хорошо, что на перо не поставили. Я на самом деле вам очень благодарен, что так все закончилось. Не знаю, как бы я поступил на вашем месте. Вы столько пережили. Родных столько потеряли. Поэтому я Злату не держу. В моем месте мог оказаться любой из вас. Ну что, значит, снова друзья? Ну, выходит, что так. БМВ Х5, лобовое стекло, капот, дверь. Чем кидались? С кирпичами и бутылками. Я говорю вам, это не мы были. Сколько раз повторять? Ну, что, совсем что ли? Больные машину портят. Ну, по мне так совсем больные, да. Ну, рассказывайте, что у вас там произошло. Стенка на стенку, битва титанов. Да мы просто в этот переход зашли, и вон у меня штука там началась, болит. Да мне вообще, пацаны, по барабану. Куда зашли, как, зачем, почему? Есть потерпевший, есть вы, есть разбитая тайна. Факт правонарушения налицо, отвечать следовательно тоже вам. Заходим, не стесняемся. Как так, чтобы эту бэху вообще не трогали пальцем даже? Давай, давай, давай. С какого вы нам-то отвечали? Ну, не пруха, пацаны. У меня-то к вам претензий нет. А вот перед товарищем ответить придется. Так что давайте, звоните родителям. Нет родителей. Оно и заметно. Ну, ищите, кто вам поможет. На Антоха недоступен, я не знаю кому еще позвонить. Не женишь? Ну давай, Аня позвоню мне нельзя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК БОЛИТРА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Обязательно. Да, 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 безусловно, да, да, это не вопрос, не вопрос, все решим. Пока. Ну что, Антоха, следак готов с тобой встретиться? Круто, от души. Да, бросьте, у нас с ней очень хорошие отношения. Вот ее номер. Че, баба? Ну а что тут такого? Да нет, все нормально. Поскольку необычно следователей ФСБ друг женщин. Девушка. Зовут Ольга, она следователь по вашему делу. Ты что, красивая или как ты? Красивая, но я бы не советовал, дружище. А что так? Потому что следак всегда мечтал иметь власть над законом. Но это еще большой вопрос. Чья над кем будет власть? СМЕХ Твои? Мои. А вот что тут делать? А его выпустили. Кто вы? Я вместе с Аней. Мы его выпустили. Чего? Слушай, чего? Я тебе потом все объясню. Ты что доделал, придурок? Отправился. Че, че, че? Ты с чем? Ты тварь? Вы что творите? Разъездки нет. Мы успокоились. Вы что, вообще бездрак не можете? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКА С Жалом. Не води, паришься. СИГНАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКА Вышли. Да вижу. Ну, че? Да ничего. СИГНАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКА Где второй охранник? Я не знаю. СИГНАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКА СТОЯТЬ! Не дергайся! Пистолет! Пистолет! Вали его! Заткнись. Не надо. Пожалуйста. Вали его! На пол! На пол, Лёд! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКА Давай, погнали! СИГНАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКА Вони! Что такое? Ну как? Что случилось? Где сумки? Что произошло? Давай за руль не тормози. Давай, давай, сустрее! Погнали, погнали! ВСКРИК 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что там? ВСКРИК 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 Ну всё нормально. Пулю вымел. Рана чистая. Ага. Вон тебе за хлопот. СТУК В ДВЕРЬ Слышно, Фило? Дай с корешем побазарить, а? Да без проблем. Что там случилось, бес? Я же тебе сразу сказал, это гиблое дело. Надо было сразу валить этого охранника, и все дела. Волыну заклинило, я тебе говорил. Нам повезло, что этот охранник нас самих не положил в суру. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что теперь делать будешь? Ну, с долгом. Ничего. В смысле? Нет никакого долга. Развел я тебя, бес. СМЕХ Эй, Бет, ты куда? Да пошел ты. Прежде чем мы начнем, я хочу вам кое-что сказать. Не все из вас станут актерами. И если быть до конца честной, далеко не всем из вас это действительно нужно. Вы пришли сюда, чтобы поменять свою жизнь. Чтобы раскрыть себя, свой внутренний потенциал. А вот в этом я вам помогу. Ну, вот вы, девушка, можете вспомнить, кого вы играли в детстве? Ну, кем себе представляли? Я фея. Ну, я доброй феей себе представляла. Мне бабушка в детстве сказку читала. И в этот момент, наверное, забывали обо всем на свете. Я права? Да. Погружая себя в предлагаемые обстоятельства, примеривая на себя чужую жизнь, мы как бы... Мы как бы отгораживаемся от мучений, которые нас преследуют. Неуверенность в себе, страхи, заботы. Все это уходит. Мне почему-то кажется, что именно такая эмоциональная разгрузка вам сейчас нужна. Я права? Да, вы права. Ну, тогда начнем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, Оксан. Ты говорила о ночной смене сегодня. Не отвлекаю? Нормально. Просто сегодня один вопрос еще важный. Что-то решали, из головы не выходит. Ну, там, соседей. Я потом расскажу, ладно? Вот... Проснулся, вспомнил о тебе. Честно говоря, я не забывал о тебе ни на секунду. Да, вот так, представляешь? Знаешь, хочу кое в чем признаться. Не хотел по телефону, но... Не могу сдержаться. Короче, кажется, я влюбился. А ты там что-нибудь чувствуешь? Чего? Чего? Ну, как чего? Там же какая-то жизнь новая. А, ну, он же маленький совсем. Там срок крошечный. Ну, там сноготок. Сноготок? В таком? Угу. Угу. Ну, слушай, Даша. Угу. А ты правда его хочешь? Ну... Ребенка от меня. Ты не подумай, я не прошу от тебя никаких признаний или там чего-то в этом роде. Просто... Мне нужно знать. А ты что, опять? Просто бояться от него? Угу? Угу. Врач мне сказал, что если я сделаю аборт, меня, может быть, больше не будет идти. Никогда. Поэтому... Может, это мой последний шанс. Поэтому я и спрашиваю тебя. Ты готов? Ну... Если будет пацан... То да. Я сына хочу, понимаешь? Иначе я... Я не подписываюсь под эту тему. А если девка? Ты мне прекрати. Девки какие-то тут. Ну, девка тоже ничего. Угу. Угу. Я тут в новостях слышал, десантный девчонок начали принимать. Ух-х-х-х-х! Ух-х-х! Привет, Лен. Привет, как дела? Ничего, нормально. А что, ты квартиру, что ли, сдаешь? Ну, да. Решила переехать поближе к институту. Пока на время, а там посмотрим. Понятно. Ну, жалко, конечно, что переезжаешь. Хорошо подумала? Ну, да. Просто хочется что-то поменять в жизни. Здесь слишком многое напоминает о всем этом ужасе. Ну, вот и решила. Угу. Да? Понимаю, как никто раньше сама так от проблем бегала. Ну, только переезд ничего не изменит. Только хуже станет. Причем намного. Ну, здесь ты нас знаешь. Можешь прийти там поговорить. А там чего? Останешься наедине с этим своим ужасом. Не знаю, подумаешь хорошенько. Ну, может, ты и права. Спасибо. Да не за что. Слушай, а хочешь тебе совет? Тебе, на самом деле, не переезжать нужно. Тебе нужна отдушина какая-то. Ну, конечно, увлечение. В общем, занятие для души. Понимаешь, о чем я? Ну, да. А у тебя есть такое увлечение? Есть. Хочешь, покажу? Может, и тебе понравится? Ой, да что? Красиво тут. Да, хорошее место. Сама выбирала. Тихо, уютно. От Москвы недалеко. ВЕРОЧКА Здравствуй. Здравствуй, ВЕРОЧКА. Здравствуй, ВЕРОЧКА. Здравствуй, ВЕРОЧКА. Знакомьтесь, Лена. Моя соседка и подруга привезла показать, как вы тут живете. Очень приятно. Милости бросим. Проходите, ребят. Ребятки завтракают. И мы сейчас чай попьем. Давайте заходите, девчонки, а то все утро льет. Хоть немножко съешь. Всем привет. 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 Здрасте. Давайте за стол. Миша, как все? Давай. Ну, как тебе мое семейство? Помоги, тихонько. Такие чудесные. Давай. Да, я знала, что тебе это понравится. Ты говорила, что я могу как-то помочь. Как? Да как хочешь, так и помогай. Приезжай, разговаривай с ними. Научись чему-нибудь хорошему. Можете погулять. Кему свози. Зоопарк, музей. Финансовая сторона вопроса как бы моя. Не волнуйся. Ты понимаешь, единственное, чего им здесь не хватает, я думаю, это внимание. Настя с Мишей постоянно по хозяйству. Дом большой. Детей много, поэтому... Ну, и у меня не часто получается приезжать. Будет здорово. Подключайся. Круто. Ну, Владик. Ну, давай, ну... Ну, попробуй. Так, короче, пацан, давай с тобой. Аккуратнее. Спокойнее. А теперь держись руками. Держись, сказал. Я тебя отпускаю. Готов? Да. Молодец. Отпускаем. Ой! А теперь просто сделай шаг. Ну, давай, шагай. Я не могу. Ну, давай. Я тебе сказал, давай, делай шаг и все. Просто один шаг. Шагай, давай, давай, давай. Давай. А ну, да? Не могу. Можешь. Это очень просто. Берешь и представляешь своего мула. Давай. Давай. Я не могу. Ну, давай. Ты же мужик. Ты же пацан. Ты же, Ёль. Ты же должен это сделать. Слушай, просто переступи ногами и все. Ногами шагай и все. Ну, у меня не получается. Получается, получится. Ты это делал. Ты шурав. Ты еще раз это можешь сделать. Давай. Да не могу я это сделать, ты что ли, коллега, ты понимаешь? Посмотри на меня. На меня посмотри. Посмотри, я сказал! А теперь сделай шаг. Я好 выжил! Как асминь. Ну сможе.